Франкизм – система идеологической обоснования диктатуры Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 годы, наряду с итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом относятся к трем классическим типам фашизма. К особенностям относятся наличие реакционных движений, большое влияние католической церкви. Форма правления и франкийская система имели ярко выраженный персоналистский характер, то есть в большей степени определялась личностью диктатора, нежели какой-то определенной идеологией. Не отличавшийся харизматичностью Франко сумел удержать в своих руках неограниченную власть до самой своей смерти в 1975 году. Во время его правления в Испании не было кодифицированной конституцией, действовало лишь ограниченное количество изданных им основных законов, имевших статус конституционных, на все значимые должности в государстве, вплоть до уровня провинций. Франко назначал людей, с которыми его связывали личные доверительные отношения, те учреждения, которым он передавал властные полномочия или которые он не мог игнорировать, например, государственную партию, национальное движение, католическую церковь и военных он постоянно настраивал друг против друга. По мнению франкийской элиты, франкизм получил свою легитимацию победы в гражданской войне, которая рассматривалась не просто как победа своего мировоззрения, но и как защита испанской и европейской цивилизации и культуры. Поскольку католицизм считался составной частью испанской культуры, церковь тесно сотрудничалась с государством в рамках так называемого национал-католицизма. За 39 лет своего существования франкийское государство претерпело значительные изменения в экономике, внешней политике и в меньшей степени во внутренней политике. Период диктатуры Франко в Испании можно разделить на несколько этапов. Начальный деспотический этап, когда шла массовая расправа над группами населения, потерпевшими поражение в гражданской войне, обнаруживает определенные черты фашистских режимов того времени и плановой экономики. В конце правления Франко режим был скорее авторитарно-консервативным. Когда после длительного периода внутренней стагнации страна пережила экономическое чудо, начало которому положил стабилизационный план 1959 года, Испании удалось подняться до уровня развитых стран в десятки самых крупных индустриальных держав мира. Экономический прогресс, тем не менее, не поддерживался каким-либо стремлением к политической открытости. У современных исследователей отсутствует однозначная позиция по классификации франкизма. В результате таковые у разных авторов варьируются от его отнесения к фашизму до признания формы авторитаризма. Иногда франкизм также относит к уникальным формам политического режима. Продолжение следует...